Принято. Выезжаем. Включаю микрофон. К съёмкам готовы. Всё готово. Поехали. Объект в фокусе. Запись. Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, Сергей Анатольевич. Сергей Анатольевич, всегда в центре внимания или в поле внимания главного у населения это первая власть. И очень редко и очень мало мы говорим о второй власти, о законодательной. В этой связи я хочу спросить, как вы ощущаете помощь депутатов Думы Ангарского городского округа и депутатов законодательного собрания? Ну, говоря о Думе Ангарского городского округа, ответить проще, потому что здесь депутатов законодательного собрания несколько, а Дума она одна. Сразу скажу, сегодня у нас, буквально несколько часов назад, было проведено завершающее заседание этого года, официальное, на котором был принят бюджет предстоящего периода. Я поблагодарил депутатов за очень, на мой взгляд, эффективную работу, которая позволила, во-первых, решить те задачи, которые мы ставили перед собой в этом году, и заложить хороший задел на будущие периоды. Вообще, считаю, что взаимодействие исполнительной и законодательной или представительной власти на территории сегодня весьма и весьма эффективно. Есть понимание основных задач в городе, приоритетов. Где-то находим компромиссы в отдельных вопросах, поскольку, с нашей точки зрения, может быть, как исполнительной власти приоритеты одни, но, в общем-то, люди, представляющие территорию, имеют, наверное, в каких-то вопросах более правильное представление, более широкое понимание мнения горожан, поскольку общаются непосредственно в территориях, непосредственно с людьми, и у них, скажем прямо, на это больше времени, нежели у нас решать конкретные поставленные задачи, когда можно делать срез территории, и, скажем, определенным образом корректировать те задачи, которые мы видим в приоритетах. Взаимодействие полное. Мне работать с этим составом Думы, в первую очередь, приятно, поскольку, на мой взгляд, высокая эффективность работы с бюджетом обеспечивает. Ну, а у нас, Сергей Анатольевич, вопросы приходили и приходят. Вот один из них. Елена Сайкина спрашивает, когда наведете порядок с незаконными маршрутами? Вот вчера буквально вечером незаконный маршрут 15К чуть не убил ребенка. Действительно, есть у нас такая проблема на территории. Появилась она совсем недавно, скажем так, когда определенные перевозчики или лица, обладающие автобусным парком, решили, что им нет необходимости каким-то образом согласовывать свои действия с администрацией, нет необходимости выходить на конкурсы, где законным порядком получать определенные объемы перевозок на территорию округа, а достаточно просто таким махновским способом определить для себя источник доходов, выбрав тот или иной маршрут, присвоив себе номер, не опираясь ни на какие документы администрации. И в перспективе это, наверное, рано или поздно вот такими вещами заканчивается, как вчерашний несчастный случай с ребенком. Что касается 15 маршрута, это в принципе вообще в природе нет. Это у человека сработала фантазия. Опираясь на эту фантазию, он присвоил этот номер. Работает на дороге, которая не соответствует требованиям пассажирских перевозок. Она не принята в ГИБДД. Для этого выделены ресурсы электро-электро-химическим комбинатам. И с наступлением теплого периода эта дорога будет приведена к нормативам, когда по ней можно открывать автобусное движение, автобусное сообщение. То есть полная махновщина мы со своей стороны в надзорные органы направили, соответствующие еще до вчерашнего события. И по ряду перевозчиков, по ряду маршрутов с требованием навести порядок. Это инспекция по организации пассажирского движения и органы прокуратуры, и следственный комитет. Сегодня, я думаю, мы, что называется, оглядываясь на вчерашний случай, достаточно оперативно получим ответы из этих органов на то, что происходит в городе, к чему мы начинаем уходить. Такой бардак, он, безусловно, недопустим. А вызвано это одним простым желанием, скажем так, получать доходы, не соизмеряя свои желания с действующими требованиями, с участием в конкурсах и прочее, и прочее. Иркутск, если мы берем, там дотации в автомобильные перевозки из бюджета более 300 миллионов автомобильные. Мы, разделив на лоты маршруты таким образом, что они по себестоимости, перевозок где-то генерируют эти лоты одинаковые на объем и прибыль. Уровень рентабельности на совокупных маршрутах, он примерно одинаков, тем самым избавив бюджет от необходимости татировать эти перевозки. Поэтому, на мой взгляд, это как раз из разряда эффективной работы с бюджетом. И если кто-то не согласен и хочет снимать сливки с определенных маршрутов, то, наверное, это идет вразрез с нашими интересами, с интересами территории, поскольку пятый маршрут, первый маршрут, они по определению не могут быть самодостаточными. И чтобы отбалансировать доходность перевозчиков, мы их объединяем в определенную лоту. Вот еще один блок вопросов связан с уборкой дорог от снега. Инвалид Татьяна Федоровна живет у Гефеста, ходит на костылях, не смогла сегодня дойти до хлебного магазина, сетует она, так как ледяные накаты, шишки. Еще один, Светлана Ивановна спрашивает, ведется ли работа с подрядчиками. Роберт Иванович из Майска пишет, скользко, не посыпан песок. Сотрудница упала, получила сотрясение мозга. Вот, пожалуйста, Сергей Анатольевич, прокомментируйте, как идет уборка в городе. Уборка идет, на мой взгляд, недостаточными темпами, и я объясню, почему. Мы столкнулись с таким достаточно нечастым явлением, как большое количество осадков. В короткий промежуток времени, что не позволило своевременно и быстро брать снег с проезжих частей, с тротуаров. Естественно, он сегодня это сделать уже сложнее, но, тем не менее, у нас 35 единиц работает на сегодня. Как раз мне докладывают каждый день количество. Количество убранного снега исчисляется порядка 900 кубометров ежедневно, в сутки убирается. Но, тем не менее, быстро ликвидировать эти последствия не удается. И с чем это связано, мы тоже понимаем. Это как этот снегопад, он как индикатор, который проявил, по сути, несостоятельность подрядчиков в этих условиях. Очень много вопросов связано как раз таки с льготами на проезд. В частности, когда уже наведут порядок в льготных перевозках, поездок не хватает. Еще один вопрос. От кого это зависит? Пусть делают льготникам проезд по 5 рублей, и пусть ездят хоть 50 поездок. Или еще один. Можно ли что-то сделать, чтобы карту пополнять не ежемесячно, а вот как удобно. И когда будут добавлены поездки на автобус для инвалидов. Очень много вопросов. Сергей Анатольевич. У нас льготные перевозки, тех категорий, о которых вы упомянули, это в компетенции правительства Иркутской области. Со своей стороны, то, что касается муниципального транспорта, обеспечили безлимитный проезд для льготных категорий на электротранспорте, городском, на трамвае. Что касается увеличения количества льготных поездок, неоднократно и депутатский корпус, и администрация города обращалась в правительство области. Настоятельно рекомендую увеличить количество льготных поездок, поскольку тот эксперимент, который был на территории Ангарского городского округа поставлен по электронному учету поездок, и сегодня все признают успешность этого эксперимента, когда десятки миллионов рублей областного бюджета были сэкономлены в результате прозрачного учета. Подчеркну, именно Ангарский городской округ на своей территории единственный в области внедрил этот проект. Успешная его реализация сегодня показала, что поездки могут быть увеличены без превышения заложенных в бюджете областном лимитов. И, насколько я знаю, вчера в прямой линии губернатор заявил о введении 50 льготных поездок с 1 апреля 2018 года. Поэтому вот такой очевидный результат, видимо, в том числе, я считаю, благодаря эксперименту Ангарского округа, который позволил на цифрах правительства области понять, что бюджет областной не будет превышать какие-то определенные лимиты, заложенные на эту льготу, а вполне может довести до 50 поездок всем категориям. Какова судьба Ангарского трамвая? Что предполагается? Тоже вопросов много по трамваю. И тема, что называется тревожная, может быть не только для нас, а и для России, поскольку и на федеральном уровне очень часто идут сюжеты, мелькают всякого рода информации о том, что там или иначе, в том или ином городе трамвай либо встал, либо требует дотации, требует помощи, ну и так далее. Ну, совершенно верно. Ситуация с ангарским трамваем, она не уникальна. Практически по всей стране она такова с электротранспортом, поскольку альтернативные перевозки резиновыми колесами, как мы их называем, они значительную часть пассажиропотока взяли на себя. Значит, содержание рельсового пути, контактной сети, подвижного состава – это все серьезные затраты. Скажем, обновление парка – это, в принципе, по определению не окупаемо. Стоимость вагонов сегодня такова, что это безнадежно убыточный проект. Особенно для небольших городов, для небольших территорий. Но сразу могу заверить, что никаких разговоров о том, чтобы закрыть трамвай, что-то, либо какие-то еще вещи сделать, этого не идет и быть не может. То есть трамвай будет работать, трамвай будет ездить. Есть определенные шаги, предпринимаются по оптимизации расходной части. Но трамвай на территории округа будет работать. Это без сомнений. И могу еще сказать, с надеждой смотрим мы на то, что президент наш обозначил проблему электрического городского транспорта как имеющий такой общероссийский характер. И мы ожидаем каких-то шагов. Много вопросов по части развития дорожного движения. В минувшем году немало было сделано для этого. И тем не менее, есть дороги узкие. Есть места, где требуется серьезный капитальный ремонт дорог. Есть места, где нужно второе встречное движение. Ну вот, скажем, как на улице космонавтов возле телекомпании «Актиз». Ну и так далее. Что предполагается в этой части? Планируем на будущий год аналогичные объемы. Из самых знаковых, наверное, участков это будет ремонт старого московского тракта от улицы Карломарца до Еловской горы. И, наверное, для горожан непосредственно будет важным проложение участка от улицы Красной по Ленинградскому проспекту до улицы Преображенской. Открытие второй полосы движения. То, что мы сделали напротив 33-го микрорайона в этом году. Также будет расширение улицы Декабристов до Ангарского проспекта от улицы Космонавтов до Космонавтов. Мы довели решение с установкой разделительного барьера. Поскольку здесь у нас есть требования ГИБДД к обеспечению безопасности. Поскольку появляется широкая дорога, появляется желание по ней быстро поехать. Сотни вопросов приходят на наш почтовый адрес вопроссобака.актест.ру Всевозможные. И очереди в поликлиниках, в детских кого-то интересуют. И вот тарифы, да. И вот, допустим, такой вопрос. В 2016 году обещали отремонтировать и открыть детский сад в 55-м квартале. Но вот год прошел. К сожалению, пока никак вопрос с места, так сказать, не сдвинулся. Ну и еще один, так сказать, продолжение детской темы, да, образование. Вы уже затронули. Но вот зрители интересуются, когда откроется школа в 7-м микрорайоне. Что касается детского сада в 55-м квартале, я, честно говоря, не помню, чтобы его обещали открыть. Мы обещали рассмотреть... Цитирую вопросы. Я понял. Мы обещали рассмотреть возможность его использования под дошкольное учреждение. Во-первых, там надо было прекратить договоры аренды, которые на тот момент действовали. Мы не могли зайти просто так людей оттуда попросив. Сегодня, посмотрев новые требования к дошкольным учреждениям, у нас становится дилемма, возможно ли там вообще разместить детский сад. Поскольку те требования, которые действовали на период строительства этого учреждения, это совершенно иные требования. Совершенно иные. Поэтому вопрос будем изучать, насколько у нас есть реальные перспективы его трансформировать в детский сад. Иногда, на самом деле, проще здание снести и построить на этом месте соответствующее новое здание. То есть речь не идет о реконструкции. Проще, дешевле, наверное? Ну, что-то такое вот с дошкольным учреждением, недостроенным в 17-м микрорайоне. Есть такое же учреждение. С виду оно конструктивно выполнено. Но когда мы начинаем примерять его к действующим нормам и понимаем, что мы за, скажем, 150 миллионов построили новое дошкольное учреждение с бассейном, со спортзалами, с танцевальным в 32-м микрорайоне, и аналогичная сумма нужна на приведение к нормам этого здания, то напрашивается, что его проще демонтировать и на его месте построить новое. Поэтому, что касается 55-го квартала, я однозначно ответить не могу. Специалисты сейчас занимаются экономикой того или иного процесса. Либо его ликвидацией, либо его доведение, приведение к нормам. Сергей Анатольевич, вот просто в продолжение о 7-м микрорайоне школы мы поговорим. А вот спрашивает Галина Владимировна Петрова. Судьба бывшей больницы на улице Гагарина. Вот что будет там размещено? Причем-то не один вопрос. Многие интересуются. Вообще-то на сегодня выполнен проект, осмечен проект строительства жилого здания. Не строительства, а реконструкции под жилье. Жилье мы планировали для бюджетников. Цена вопроса, если не ошибаюсь, одного блока порядка 90 миллионов. На сегодня в бюджете деньги не заложены. Их не нашли. Если у нас появится эта возможность, в общем, я вижу это как приведение в жилые здания. Другого назначения там сложно просто придумать. И какое-либо аналогичное использование. Либо это приватизация, либо это доведение, выполнение работ строительных, доведение до жилых норм этих зданий. Что касается Гагарина. Что касается школы седьмого, на сегодня уже это не раз озвучено. Это 1 сентября 2019 года. Тоже объект очень сложный, непростой. Но это будет уникальный объект. С точки зрения, сейчас такого уже не строят. Чтобы бассейн 25 метров, значит, отдельный клубный блок и так далее. Но цена этого объекта, по приведению к нормам, только одно сейсмоусиление более 200 миллионов. А объект сегодня стоит 900 миллионов. Новую школу в Китое практически в стадии завершения построили за 725 миллионов. Вот сравните, что значит привести к действующим нормам старые недостроения. И что значит позволять себе недостраивать объекты. Во что это потом выливается. В какие затраты, в какие потери. Хочу поздравить всех ангарчан с наступающим Новым годом. Пожелать благополучия, добра, любви. Пожелать, чтобы вас окружали родные, близкие люди. Чтобы ваши планы реализовывались, воплощались. Все добрые дела, они всегда рано или поздно находят возможность для реализации. Что вместе мы делали наш город краше, лучше, заботились о нем. Сегодня это наша с вами зона ответственности. Поэтому здоровья, счастья и благополучия. Ну а я со своей стороны от имени телекомпании «Актис» хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать вам успехов в деле развития и процветания нашего города. Спасибо за участие в этой передаче. Спасибо, Анатолий Алексеевич. Спасибо, Анна. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok